Дом культуры железнодорожников, так это здание, с колоннами в центре Тулы называли 80-летий. Его построили в 1934 году прошлого века. Но скоро вывеску поменяют, а сам ДКЖ переименуют. Здесь будет дворец молодежи. РЖД безвозмездно передают здание в ведении области. Это озвучивают на совещании у губернатора. ДК Железнодорожников, потому что этот объект, он по-своему уникален, но он выбивается как раз из той плеяды других объектов, которые нам РЖД передает. Это объект, который не является убыточным. Это объект здания в хорошем состоянии, больше 6000 квадратных метров, в центре города, привлекательные с коммерческой точки зрения. И я уверен, если бы не ваш авторитет, то никогда бы такое решение не состоялось. А на сегодняшний день мы действительно имеем возможность сделать уникальный проект, сделать областной дворец молодежи. Это наша общая заслуга, и в том числе тех инициативных и активных граждан, и жителей, которые живут в нашей семье. Здесь будут проводить молодежные форумы и фестивали. Точные даты, когда в будущем дворце молодежи закипит, жизнь пока нет. Но известно, что еще около двух месяцев уйдет на оформление бумаг. А все 16 коллективов, которые сейчас занимаются на базе ДК Ж, сохранят. Здесь также будут заниматься и патриотические клубы, и студенческие отряды, и иные общественные организации. И те инициативные молодежные проекты, которые есть у наших ребят, они будут здесь реализовываться. Сквер за домом культуры, его судьба тоже решена. Земельный участок в полтора гектара оставят за областью и передадут госучреждению Тульские парки. Предварительное состояние его можно оценить как удовлетворительное. Есть малые архитектурные формы, установленные системы торшерного освещения. Но, безусловно, есть куда развиваться. Не хватает определенных, ну, уже обыденных и привычных для нас, особенно в Тульских парках, элементов благоустройства, таких как детские площадки, площадки, наверное, с уличными тренажерами, с площадками воркаут. Все это предмет обсуждения, планирования. Решению о передаче сразу нескольких социально значимых объектов региону и район области предшествовали длительные переговоры с руководством компании РЖД. Сначала там провели инвентаризацию, а лишь потом согласились отказаться от непрофильных активов. Благодаря Алексею Геннадьевичу работа по этому направлению была налажена. На сегодняшний день результатами этой работы стала передача, ну, например, нескольких детских садов в Тульской области, также еще передача амбулатории спортивно-физкультурного комплекса в Узловой. Узловая, спортивный комплекс «Локомотив». Его могли закрыть. Доходов компании РЖД он не приносил, а вложение требовало серьезных. Горожане написали письмо губернатору. Тот обратился к железнодорожникам. В итоге спортобъект передали области. Теперь его ждет капитальный ремонт. У всех задействованных лиц должны быть четкие понимания по срокам, по этапам и по качеству выполнения работы. Поэтому это наш с вами общий успех. Мы эти объекты сохранили, мы эти объекты отстояли. И самое главное, я бы хотел выразить слова благодарности Белозеру, президенту РЖД за понимание проблем нашего региона. Несмотря на то, что они с учетом принятых решений понесли определенные и финансовые потери, мы это прекрасно понимаем. Тем временем Дворец молодежи уже готовится к важному событию. В мае он станет одной из площадок Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Алексей Чучвадзе, Первый Тульский.